Сегодня у нас праздник в честь 115-летия Харьковского трамвая. Надо сказать, что само 115-летие прошло немножко раньше, в начале июля, 3-го числа. Но сегодня у нас есть возможность, прекрасная возможность, знакомиться с большей частью трамвайного парка города. Конечно, можно сказать, что здесь кое-что все-таки не представлено, но мы все равно пройдемся, покажем. Некоторые вагоны вам знакомы, я показывал уже их ранее в своих обзорах. Некоторые вагоны здесь мы увидим впервые. Мероприятие оказалось достаточно многолюдным. Людям понравилось, судя по всему, нравится. И начнем мы с самого начала экспозиции, с вагона ВТП-3. На самом деле, эта машина должна быть достаточно знакома, потому что мы уже видели с вами ролик про МТВ-82. И вот, собственно, еще один пример позади меня. Это уже, правда, технический вагон сугубо, ну, в принципе, МТВ-82 долгое время тоже был техническим. Но мы сейчас даже попробуем в него зайти, посмотрим, что там, как там. Вот такой вот прекрасный вагон. Сейчас мы подвыскочим, обойдем, посмотрим, как он со стыдом может забойти. Вот такой вот вагончик. Это, если вы не узнали, вон в зале тоже стоит МТВ-82. МТВ-82, предельно похожий. На самом деле, это не те же вагоны, но в ВТП-3 есть существенные изменения. В принципе, в первую очередь, технический вагон. Тут уже, например, стоят уже датровские окна, например, вариант. И он двухкабинный, то есть у него с обеих сторон есть возможность управлять вагоном. Мы сейчас зайдем внутрь. Здесь у нас второй пульт управления и непосредственно снаряжение для работы служебного вагона. Это башмаки, это подкладки, это ручной тормоз, это контроллер с рукоятью машиниста, это тормоза. Вот такой вот прекрасный вагон. А вот у нас внутри, собственно, его внутренности. Если что, здесь, в принципе, есть и веревка буниля. У нас есть еще один экспонат, которого раньше я не показывал. Это вагон ХА-100. Он был восстановлен 15 лет назад, к 100-летию Харьковского трамвая. Таких вагонов в Харькове было достаточно в городе. Этот в 1926 году началось производство, в 2006 году он был восстановлен. Как вы обратите внимание, у некоторых вагонов есть небольшое отличие. У них отличаются тележки. То есть, одна двухкосная тележка, вот такая вот. И деревянные окна, деревянный салон. Давайте пройдем внутрь. Вот сейчас и поедете, и вы все через зале. Можно тут фотографировать. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, мы сейчас пройдем, посмотрим, что у нас тут есть. Поднимаемся. Это заднее. В честь вагонов. Вот. Вот такой вот салончик у него. Вагона нет отбоя. Фотографирование, народ фотографируется. Здесь управление все довольно интересное. Вагон серии ХА виднованный на коммунальном предприятии. Низколько встал, до старичек, Харьковского внутричного трамвая. То есть, ровно прошло 15 лет. Управление здесь очень похоже. Также, вот, довольно известное место, которое я вам показываю. На этом месте вагон ездил несколько раз в Одессу на фильм, на съемки телесериала «Ликвидация» и на съемку фильма «Солнечный удар Михалкова». И вот на вот этом месте, собственно, был момент снят. Та самая история, где была поездка на трамвай главных героев. Вот, собственно, это самое противоположное. Вот тот же самый ракурс. Сейчас вот женщина на нем. Его презентовали общественностью. Этот трамвай самый первый в данной серии. Ссылка будет на видео с данным обзором данного вагона в описании. И мы, собственно, сейчас даже, может быть, у него заскочим. Посмотрим, что изменилось. Вот это, кстати, сцепное устройство. Так называемое рукопожатие. Вот сюда вставляются запорные штыри. И можно, собственно, сцепиться. Так, войдем в 185-й. Посмотрим, что тут есть. Ну, в принципе, чего и стоило ожидать. Он не сильно изменился. Три вагона в данной серии работают по 27-му маршруту в Харькове. Он довольно неплохо, как для Салтарки, сохранился. И, естественно, тоже нет отбоя к кабине. Но мы там уже ничего не видели. Так, поехали дальше. Поехали дальше. У нас здесь вагон модели Т6А5. Это вагоны, которые прибыли к нам из города Праги. Они раньше эксплуатируют в первую очередь там. Позади звонит вагон Т6А5. Ребятам дали поиграться со звонком. Четыре двигателя в 1991 году, как и наш, начал этот вагон производиться. Здесь, в принципе, ничего особенного, ничего интересного, ничего сверху. Действительно, с десяток таких вагонов бегают по харьковским маршрутам. С 27-го по 16-му, по восьмерке. Они все работают на маршрутах Салтарского трамвайного депо. И, в принципе, довольно всем знакомым по пассажирскому движению. Ну, вот есть средка возможность пройтись, посмотреть и даже посидеть в кабине. Дальше. У нас здесь вагончик Т6А5. Довольно знакомая техника. Здесь он немножко, правда, доработанный, доведенный до ума. Это вагон 45-70. Салтарского трамвайного депо. Давайте забежим, посмотрим. Тут ребята все звонят. Вот такой вот прекрасный вагон. Комфортно, тихо, уютно. Молодые транспортные фанаты фотографируют вагоны внутренности. Вот, собственно, непосредственно кабина. У нас есть небольшая возможность почувствовать себя водителем. Это пульт управления электронным табло сверху. Далее педали управления. Пульт управления. Двери. Сейчас вагон обесточен, поэтому можно, в принципе, спокойно показать. В принципе, место водителя довольно комфортное. Можно нажимать только зеленую кнопку? Ну, конечно, конечно. Зеленая кнопочка – это звоночек. Да, да. Вот. Но, в принципе, вот у нас есть очень много элементов управления, которые без допуска нельзя даже трогать. Но все мы прекрасно знаем, что водитель постоянно и не пользуется. Спидометр. Три педали. Одна из них, по-моему, безопасность, правильно? Конечно. Одна педаль безопасности, одна тормозная и одна ходовая. Вот. Указатель дверей. То есть, зачастую, если датчики работают, то водитель, помимо зеркала, вот, как он видит, пассажир вход, он видит, что двери не закрыты, то есть в раннем случае, и может открыть-закрыть двери. Ну, обычно так. Есть автострелка, но, по-моему, в Харькове не на всех крупных переездах она работает. Вот. Вот такая вот у нас особенность. Давайте пройдемся дальше. А вы не знаете, где звонок. Довольно трудно переключать звонки. Детям дают нажать. И не детям тоже, как вы видите, дают нажать на кнопки. Собственно, мы сейчас вернемся в вагон 3050. Это старейший пассажирский трамвай Татра Т-3 в мире на данный момент. То есть он эксплуатируется у нас здесь, в Харькове. И, в принципе, то, что он пассажирский, это, собственно, его доказательство его старости. То есть, то, что он самый старый. Вот. У нас, собственно, тоже этот вагон. Я, в принципе, его показывал и в том числе салонные кабины на ходу. Эти пытаются сфотографироваться. Вагон ГС-4 Горьковского вагоноремонтного завода. Он же, он также еще производился на Пуйбышевском трамвайно-троллейбусном заводе. У него две двери с одной стороны и с другой стороны. И два двигателя. А у него есть сцепные. ГС-4, снегочиститель. Вот, что видит водитель снегочистителя. Снегочиститель, на самом деле, он видит гораздо меньше. Потому что снег забивает окно. Это контроллер водителя. Собственно, непосредственно, он, благодаря нему, вагон двигается вперед или назад. Вот, реверсивная рукоятка, которая регулирует это движение. Дальше. Тормоз. И ручной тормоз. Ну и, собственно, вот кнопочка звонка. Вот. Так же, как и все остальные, как большая часть грузовых вагонов. Он двухкабинный. Вторая кабина у него аналогичная. И нет лампочки. Так. Ну, как-то раз я уже показывал в роликах про снегопады. Вот, собственно, у нас вагон МТВ-82, который мы уже недавно с вами лицезрели, катались на нем, показывали. И представлений не нуждается. Ну и, кстати, еще один вагон, который тоже показывался в моих роликах. Это 45-32 Татра Т6 А5. Это один из первых вагонов, которые, данной модели, который вышел на линию. И дальше определенный парк техники, который подвозил. Потому что сегодня оказалось мероприятие слишком востребовано. И впервые за долгое время Харькову пришлось ставить резерв. Это более классический вагон. И сейчас мы пропустим автомобиль. И еще один, по идее. Так. Сейчас перейдем. Вот у нас, собственно, на... Трамвайные вагоны Т6 Б5 и Т6 А5. Божья часть из них с Алтавского дофона. Вот позади у нас стоит трамвайный вагон Т3 ВПСТ. Это вагон, который капитально отремонтирован за счет подвижного состава, прибывшего из Праги и Братиславы. Вот у него широкое такое табло. Это так называемая система многих единиц. Кстати, надо сказать, что системы работают далеко не в каждом городе. И на некоторых сама суть работы вот такого подвижного состава немножко удивительна. То есть, как работает система многих единиц. Почему нельзя просто так сцепить два трамвайных вагона, и чтобы они работали в паре. Того, что нужно сцепить не только их физически. То есть, здесь оба вагона моторных. То есть, они должны как-то сообща двигаться. То есть, у нас специальным кабелем высоковольтным сцепляются два вагона, чтобы второй пантограф не поднимать. И вот таким вот кабелем у системы управления сцепляются непосредственно в вагоны, то есть, у правой системы управления на тягу и на тормоз. Вот у нас тормозные колодочки видны тоже. И, собственно, таким вот образом вагон едет ровно. То есть, не дергая, не толкая. То есть, два вагона между собой они отрабатывают корректно. Этот вагон работает на третьем маршруте. Систему здесь пригнали. Пригнал Октябрьский трамвайный парк. Ну, давайте сейчас, если получится, то мы все-таки зайдем в кабину, посмотрим, что там как там. Хотя, у обычных татров все, по-моему, все просто и абсолютно спокойно. То есть, привычно всем вагон. Такие трамваи неподобные им. Возьмят харьковчан уже около 45 лет. У нас здесь есть большая коллекция моделей. И очень удивительный тот факт, что вагон ПВ-2 модель находится перед его действительным вариантом. Это на самом деле модель именно того, что находится позади. Потому что вагон МТВ-82, 844, это и есть тот самый путевизмеритель. И вот он, собственно, приведен к состоянию пассажирского музейного вагона. Помимо всего прочего, здесь у нас есть поливомоечные машины. ПМ-5 и сцепка. Дальше у нас моторно-грузовые платформы разных видов. Если мне не изменяют. Фонарный. И Татра. У всех вагонов есть комментарии. Можно посмотреть, почитать. Собственно, еще и перспективный вариант будущего трамвая. И, как я, собственно, и говорил, рельсошифрованный вагон Татра. Серия Х, которая позади у нас в оплоте стоит. Серия Ф, фонарная. Фонарная, потому что у них вантори стоят. А вот вверх-вверху такой вот элемент компоновки салона. Это световой фонарь. То есть вагон осуществлялся за счет естественного света. Дальше вагон РВЗ-6, который, в принципе, даже несколько не смеяет память. В некоторых городах еще до сих пор работает. Самая разрузочная платформа СП. И классическая Татра. Ее прототип также тут неподалеку виден. Живой. Особенно интересно вот этот аппарат, который находится в углу. Это вагон, сферифовальный вагон, двухкабины. Сделаны на базе вагона ЛМ-68. Питерские вагоны, в Парькове практически не было их. И это один из примеров. Также, помимо всего прочего, здесь ярмарка. Вакансия небольшая. Государственная служба занятости тут у нас представлена. И, собственно, рекрутинговый элемент для работы в Харьковских транспортных предприятиях. В первую очередь, собственно, трамваи. Сейчас в городе ожидается подставка подвижного состава. В первую очередь, автобусы «Харсан». И вот можно вот такое получить, такую прекрасную продукцию. Можно? Да, да, конечно. Оп. Оп. Вот. Вот такой вот у нас прекрасная продукция. И, собственно, непосредственно еще есть палатка государственной службы занятости, где можно, собственно, написать заявление или на поиск работы, то есть актуальную вакансию проверить. Вот такие вот у нас здесь точки. Эти стенды уже довольно знакомые. Мы могли их уже видеть на выставке в честь 82-летия Харьковского троллейбуса. Закругляться. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо. Всем пока. И помните, что у нас самый старый, самый крутой, классный Харьковский трамвай. Па-па.